Друзья, всем привет! Меня зовут Цацулин Борис, и вы находитесь на видеоканале проекта CMT «Научный подход». Сегодня мы поговорим с вами о том, почему неожиданно мясо стало самым страшным канцерогеном наравне с сигаретами. Поедание мяса – такая же вредная привычка, как и курение. Употребление в пищу переработанного мяса ведет к возникновению онкологических заболеваний. Употребление мясных полуфабрикатов приводит к росту статистики раковых заболеваний. Такие продукты, как колбаса, сосиски и ветчина, отнесены к первой категории канцерогенной опасности. Хаттоги или бекон могут быть также вредны, как курение. В моем предыдущем ролике на канале я настоятельно его советую посмотреть для понимания этого ролика. Я рассказывал о замечательной налоговой инициативе в Российской Федерации – налог на переработанное красное мясо. И поэтому научно обоснованная необходимость поднять цены на мясо продукты. В ролике я рассказывал о том, как во всем мире, пользуясь научными знаниями, вводят налоги на все, что можно отнести к условно вредным продуктам. Нитраты, нитриты, канцерогены в мясе и все-таки почему овощи и фрукты могут содержать больше канцерогенов, чем мясо. Все в этом ролике. Если коротко, Всемирная организация здравоохранения объявила мясо канцерогеном первой группы. Также вышло исследование британских оксфордских ученых о том, что снижение производства мяса полезно, снизит смертность людей от мяса, и, конечно, налоги важны для здравоохранения, и вполне их можно ввести и в России. Акциз на колбасу и на изделия из переработанного мяса. ВОЗ с заявлениями о том, что мясо – это канцероген, дает невероятный простор для риторики, которой активно пользуются веганы, веганской комьюнити, сыроеды и люди, выступающие против мясной промышленности. Это было основано на реальных доказательствах того, что употребление переработанного мяса приводит к раку прямой кишки. Также существует риск рака поджелудочной железы. И даже всего 50-граммовая порция обработанного мяса при ежедневном потреблении увеличивает риск возникновения колоректального рака почти на 20%. Болезни сердца обращаются вспять на одной только растительной диете. И недавно Netflix сделали целый фильм об этом, фильм, где дети курят яйца и едят сигареты на завтрак. Я рекомендую ознакомиться, ролик тоже есть на канале. Поэтому я от корки до корки полностью разберу данные ВОЗ, опубликованные в журнале Lancet, и пересказ 500-страничной монографии Международного агентства по изучению рака. Вы можете сами проверить все факты по ссылкам на сайте проекта и в самом видео. И замечательный перевод этого материала также сделал медицинский портал Medach. Я его крайне рекомендую. И ссылочка тоже в описании. Начнем с основных ссылок. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ имеет исследовательскую группу МАИР. Это международное агентство по изучению и исследованию рака. Список канцерогенов есть. Там множество вещей, которые нас окружают, и мы постоянно находимся под их воздействием. И обывателя, который видит этот документ впервые, он может просто вызвать у него ужас. Кажется, что все упомянутые продукты и вещества в этом списке страшно опасны. Но на самом деле это не так, и всем канцерогенам в списке присваивается специальный код. Часто мы не находимся под воздействием этих веществ в достаточной степени или потребляем их в недостаточных количествах для того, чтобы получить реальный вред. И здесь речь, конечно, идет о мясе. В 2015 году красное мясо занесли в группу 2A канцерогенов, а переработанное красное мясо в группу 1. В группу 2, кстати, входит экстракт листьев алоэ вера, работа с ночными сменами, которая нарушает циркадные ритмы, и работа парикмахерам. А в первой группе наряду с переработанным мясом древесная пыль, солнечный свет, сварочные газы, загрязнение окружающей среды и соленая рыба Salted Fish in Chinese Style. Рыба в китайском стиле. Рыба. Вот она, рыбовые мечты. Вот она, вот она. Попытки устранить из жизни абсолютно все канцерогеноподобные вещества может сказаться на психическом здоровье, особенно если вы постоянно смотрите такие списки. Это наградит вас тревожностью, и на основе подобных страхов выстраиваются целые культы вокруг еды. Ох, я уверен, тут такой большой простор для налогов, даже солнечный свет. Но общий посыл СМИ, активистов, комьюнити, инициаторов налогов, все виды красного мяса, говядина, телятина, свинина, баранина, ягнятина, обработанные мясопродукты, сосиски, ветчина, колбасы, возможно, являются канцерогенами и вызывают рак кишечника, да и рак желудка. Очень любят сравнивать с рядом от дыма от сигарет. Топ-5. В эти места я бы поставил колбасу, сосиски и всякие такие подобные изделия. Но одна из задач исследовательской группы МАИР изучать, что может вызывать рак, и наоборот, что может помешать ему, и создавать классификацию. И вы все, наверное, удивитесь, но единственное соединение в группе 4, вероятно, не канцерогенное для людей, это капролактам. Это компонент нейлона. Это безопасное, доказанное, не канцерогенное вещество, одно единственное в мире. Да только вот есть его нельзя. Важно отметить, что один из недостатков этой системы классификации – она не учитывает риск. Это почти биноминальная система, то есть есть доказательства того, что что-то вызывает рак, а что-то нет. Группы 2А, 2Б, 3 существуют, потому что данных недостаточно, чтобы переместить их в группу 1 или в группу 4. Проще говоря, все канцерогенно, если оно не находится в 4 группе. Чем больше доказательств, тем больше движения по шкале от 1 к 4 и назад. МАИР несет ответственность за выявление опасностей, а не рисков. Опасность – это то, что может произойти при некоторых обстоятельствах. МАИР не определяет и не должна определять, насколько вероятна эта опасность, то есть выявлять оценки риска. Если упрощать, мы заносим банановую кожуру и скользкий пол в схему оценки опасности МАИР. И здравый смысл подсказывает, что, в общем-то, зимой будет вероятнее подскользнуться на льду, чем подскользнуться на банановой кожуре. Лед будет поопаснее, но не все будут в одной группе. И аналогичным образом ваш риск умереть от курения в тысячи раз выше, чем любой гипотетический риск, связанный с мясом, такими как салями или бекон. Но анализ МАИР ставит их всех в одну категорию. А также группа не рассматривает преимущества употребления мяса. И вообще, мясо – это хорошо для здоровья. What about this? Насчет колбасы? Нет, я вообще не ем мясо. Дед, он говорит, что он мясо не ест? Даже колбасу. Да я же говорю. Он что, больной, что ли? Заглянем в 500-страничную монографию МАИР. Первое, что мы увидим – очень долгое описание регламента, раскрытие методов отбора, исследований и, что важно, группы канцерогенности и критериев попаданий туда. Главная проблема такова – нет четких разграничений в том, где же заканчивается непереработанное и начинается переработанное мясо. Проблем с классификацией полно, а эти проблемы с классификацией дальше уходят в исследования. Если вы, вопросники, скажете, что вы едите переработанные продукты, а какие-то продукты не всегда понятны, вас поместят в группу с риском, а рыба, а считается ли вареное мясо канцерогеном, а тушение подходит? Классификация абстрактна настолько, что любое переработанное мясо можно посчитать канцерогеном, вне зависимости от того, есть ли реально в нем канцерогены или нет. Если белое мясо подвергалось обработке или переработке оно в первой группе. Ну, грубо говоря, отварная куриная грудка по-прежнему просто отварная куриная грудка, не канцероген, а вот сушеная куриная грудка или жареная – канцероген первой группы. Наггетсы из куриной грудки – то же самое, даже если вы их готовите в микроволновке или в духовке, а котлеты, сосиски, неважно, что вы с ними делаете, варите, жарите, они уже канцерогены, то есть по определению обработанное мясо. Вот вы взяли кусок сырового мяса, провернули через мясорубку и получили фарш, добавили специи, яйца и получили готовую котлету. Слепили ее фрикадельки с соусом, с макаронами, разогрели микроволновки, и это уже канцероген первой группы. Если захотите узнать, что такое обработанное мясо, вбивайте в поиск или на английском, и вы увидите определение, ведь Маир задекларировала собственное определение. Вот это самое определение. Примерно через месяц после публикации данных на сайте ВОЗ заполнит некогда пустовавшую статью англоязычной Википедии. И автор этой статьи на Википедии сначала заполнит определение, а потом добавит строчки о канцерогенности. И более того, если вы изучите Википедию историю правок, вас ждет интересный сюрприз. Основные изменения были только о том, что мясо связано с раком. И теперь мясо – самая страшная проблема для любителей читать по первой ссылке. Правда, автор тут поспешил, ведь первая группа канцерогенов – это необязательно доказанная канцерогенность у человека. Это может быть также доказанная канцерогенность для животных при недостатке сведений для людей. И в группе 2А, к которой относится красное мясо, в общем-то достаточно информации, чтобы в случае чего перенести ее в первую группу. 2А – это тоже канцероген. Классификация – это количество известной информации. Если вещество в группе 2А канцерогенов, скорее всего оно попадет и в первую группу, когда будет больше данных. Поэтому все, что есть во второй группе – тоже канцероген и тоже вызывает рак. Это логично. При обнаружении канцерогена нужно срочно что-то делать и спешить. Но ВОЗ, кажется, слишком спешит. А СМИ и активные противники потребления мяса просто ликовали. И никто не удосужился посмотреть, что сам ВОЗ написал. С вами мы это сегодня и изучим. Вам нужен дополнительный источник протеина. Вы набираете вес, сбрасываете вес или пытаетесь контролировать свое пищевое поведение. Протеин СМТЭК, протеин, который мы выпускаем. Для этого порошка вам не нужны весы, ведь у нас есть мерная ложечка. Протеин позволяет контролировать пищевое поведение и также отбивает голод, что будет неплохим вариантом, если вы на диете либо снижаете вашу калорийность питания. Если набираете массу, то дополнительный источник белка – это то, что вам нужно, без лишних калорий и с приятным вкусом. Особенность функциональных продуктов заключается в том, что вы точно знаете, какое количество энергии, какое количество протеина, какое количество белка, жиров и углеводов вы получаете с порцией. И у нас для этого есть специальная мерная ложечка. В одной ложке 20 г белка на порцию. Мы добавляем 250 мл обычного молока. С молоком в одной порции вы получаете почти 30 г белка. И никакой магии. Заказать продукцию можно по ссылочке в описании к видео на YouTube. И мы поработали над рецептурой. Теперь он сбивается еще лучше и совсем без комочков. Но сначала мы знаем, что приготовление пищи имеет ряд преимуществ. Создает вкус и аромат, снижает порчу готового продукта и делает пищу съедобнее, мягче и, проще говоря, повышая биодоступность и степень усвоения. И да, то, что создает канцерогены в продуктах, это в основном термическая обработка. Это как раз и есть та причина, по которой поднимается буча. Копчение, жарка, термообработка, образование канцерогенов, всех этих страшных веществ в значительных количествах наблюдается только при высоких температурах, при длительной термообработке и на открытом огне. Температура является наиболее важным фактором. И проблема начинается со 100 градусов, и самые настоящие неприятные гетероциклические амины появляются уже при температуре около 300 градусов. И внимание, я хочу подчеркнуть красным. Термическая обработка в основном создает канцерогены в пище. А то, что есть в продукте и из чего могут образовываться эти канцерогены, это слегка другая история. Вот возьмем запах свежей выпечки, копченое мясо, запах тоста. Все это реакция Майяра. Углеводы из мяса, гликоген, реагируют с аминокислотами, белками мяса. А дальше по цепочке одновременно с синтезом вкуса ароматики, то, что дает запах приятного вот этого запаха жареного мяса, происходит и синтез канцерогенных веществ. Можно голословно сказать, что приятный запах – запах канцерогенов. Но эта же реакция дает и нездоровые соединения в совершенно здоровых продуктах, таких как картофель, рыба, зерновые, бобовые. И эта же самая реакция играет роль в образовании канцерогенов, которые изучаются в электронных сигаретах. Разбор вот тут есть на канале, рекомендую ознакомиться. Из того, что называют канцерогенами и что образуется не только при термической обработке, но и при любой другой, например, засолки, ферментации, у нас есть следующее – это нитрозамины, это поли- и гетероциклические ароматические углеводороды. Это гетероциклические амины. А если мы говорим уже конкретно о мясе, а если быть точным, о крови в мясе – это гемовое железо, компонент красного мяса – гемоглобин. И на примере одного из канцерогенов, нитрозаминов, я разбирал, насколько абстрактны выводы о том, что нитрозамины могут образовываться только при термической обработке и только в мясе. Чем больше проводят анализов других продуктов, в том числе фруктов и соков, тем больше выясняется, что, оказывается, это мясо не всегда совсем главный по нитрозаминам. Нитрозаминов в здоровых продуктах зачастую больше, чем во вредных. И чтобы не быть голословным, я привожу исследование из пересказа 500-страничной монографии Международного агентства по изучению рака, собственно, ВОЗ. Это ревью, обзор о гетероциклических аминах в пище. Оно подтверждает, что кулинарная обработка пищи при высокой температуре, с помощью обжаривания, приготовления на гриле, в целом производит наибольшее количество этих соединений. Ревью также оценивает, сколько содержится гетероциклических ароматических аминов, канцерогенов в различных продуктах и напитках. И важно, что эти соединения не накапливаются в организме, их нужно постоянно получать с пищей, каждый день. И их концентрация в исследовании очень варьируется. А погрешность даже в более точных показателях может составлять больше половины самого показателя. И это проблема аналитической оценки загрязнителей. Ревью оценивает не только продукты животного происхождения, но также, например, бобовые пироги, что, кстати, не сильно отличается по канцерогенам от курицы и рыбы, и соков. Там есть рыба, курочка и то, что однозначно считается менее вредным. Вот оригинал, посмотрите его, он признает, что концентрация гетероциклических аминов сильно варьируется. А часть этих гетероциклических аминов, кстати, отнесена в группу 2биканцерогенов, скорее всего, не канцерогенных. Следующий приведенный источник раскрывает подробную информацию о содержании полициклических ароматических углеводородов. Их больше всего образуется при приготовлении на открытом огне и копчении. Но нас сразу же ждет интересное открытие. В исследовании сравнивается множество различных приготовленных блюд на огне. И наибольшее количество потенциально опасных полициклических аминов было найдено в миттика и в шашлыке. Меньше в курице-гриль, но больше, чем в курице-гриль, в жареных овощах. И уже гораздо более низкие уровни полициклических аминов находят в жареной котлете. Меньше, чем в овощах на гриле. И очень мало в шаверме. Так что спешите в шаверму-патруль. А эти два источника, как и данные, приведенные в оригинальном тексте, указывают, опять же, на потенциально опасность жарки только при высокой температуре, с корочкой, прям до хруста. Но вот только для существенного содержания нужно прямо ужаривать барбекю и зажаривать мясо в угли. А это без всякого риска рака ухудшит состояние вашего желудочно-кишечного тракта. Стандартная котлета-бургер содержит меньше этих веществ, чем, напомню, овощи-гриль. Поэтому очень простой для нас вывод. То, что влияет на образование канцерогенов, гетероциклических аминов и полиароматических углеводородов. Это тип еды, способ приготовления, температура, продолжительность готовки, тип топлива, который используется для отопления, угли, например, или что-нибудь еще, расстояние от источника тепла, жирность пищи. И чем больше жар, чем дольше готовим, тем больше поли- и гетероциклических аминов. Тушение варка производит значительно меньшее их количество. Поэтому я даю нашим законодателям дополнительный инсайт. Я предлагаю запретить не только мясо, а угли, костры, хлебопечки и сковородки. И немножко тостов тоже. Это приведет к удешевлению фруктов, овощей, зелени и увеличению цен на колбасные изделия, да. Увеличение цен на колбасные изделия 25-30%, если у вас все получится, правильно? Ну, как вариант, да. Но, безусловно, это должно быть именно перераспределение, а не отнимание, скажем так, из кармана потребителей. В прошлом ролике я обещал, что мы вернемся к нашумевшему оксфордскому исследованию и рассмотрим последствия для российской экономики введения подобных акцизов на мясо и обработанные продукты. К этому исследованию мы еще вернемся. И поэтому сегодня у нас в гостях эксперт комитета по ценам и тарифам администрации Санкт-Петербурга, доктор экономических наук, профессор. Профессор кафедры финансового менеджмента и почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Цацулин Александр Николаевич. И мы бы хотели продолжить обсуждение животрепещущей темы «Колбаса в жизни россиянина» и в связи с этим обсудить вопрос налогов, акцизов и ценообразования. Профессор, как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию на данный момент? Заметим, для себя инициатива поступила не из глубин экономического блока правительства. Резко против выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Ну и, разумеется, массовый потребитель через правозащитные организации, например, Национальный совет по защите прав потребителей и Российский союз потребителей. В упомянутом экспертном совете и в отдельных средствах массовой информации ссылаются на результаты работы исследовательской группы из Оксфордского университета. Вот эта статья. По-русски так. «Мотивированы на здоровье налоги по красному переработанному мясу и моделирование оптимального уровня налогообложений, связанных с ним последствий для здоровья». Авторы предполагают, что налогообложение поможет сократить расходы на здравоохранение, а также спасти сотни тысяч людей от различных заболеваний и улучшить экологическую обстановку. И эти предложения англичан опираются на данные, на многолетних статистических наблюдений и на прогнозы эконометрического моделирования для стран и регионов мирового сообщества. Логично, что акциз вводится, чтобы уберечь нас от рисков. В Эмиратах, кстати, ввели недавно 50-процентный акциз на газированные напитки. Кушать продукты из переработанного мяса, всякие там колбасы, как рекламируют ТВ в агрессивном «Папа может», сосиски, сардельки – это возможный риск онкологии. Имеется даже расхожее мнение. Кто съедает 100 граммов колбасы, которую и папа может кушать в день, у того на 18% повышается риск рака кишечника и прямой кишки. Но это о тех географических местах и о той колбасы из настоящего переработанного мяса, что поведал нам английский журнал. А как быть с колбасой, в которой мяса нет вовсе, а содержится, как докладывает другой исследователь, депутат Милонов. Запретить изготовление и поедание донер-кебабов. Съел шаверму, почувствовал в себе некое духовное подкрепление. Петербургская шаверма берет свои духовные корни в христианских кварталах Ливана. Использованные туалетные бумага, куриные потроха и субпродукты третьей категории. Выходит экономический блок, правительство собирается взять с нас деньги не за что. А экономисты уже оперативно подсчитали 30% прирост розничных цен на якобы мясную переработку. В советский период времен сытого застоя в ходу был такой вполне съедобный, шутливый и анекдотический мем. Говорилось так. Лучшая еда это мясопродукты. Лучшее мясо это колбаса. А лучшая колбаса это чулок с деньгами. Вот такое ранжирование экономических благ осуществлял рядовой советский потребитель эпохи развитого социализма. Но закончился социалистический эксперимент в российском его варианте. Перестали ходить колбасные электрички по просторам рыночной экономики. А у потребителя на какое-то время стало достаточно и колбасы, и денежных знаков. Но поступ времени неумолима. И в указанной цепочке ценностей с тех пор кое-что изменилось. В частности, Роспотребнадзор, правозащитные организации и обыватели стали отмечать резкое снижение качества колбасных изделий даже по стандартам ТУ, технических условий. Росстат стал обнародовать сведения об относительном снижении содержания чулка с деньгами, заметном ухудшении структуры потребительских расходов в семейных бюджетах и, главное, шокирующем расслоении российского населения по уровню доходов. Вопросы о вреде красного мяса дискутируются за рубежом давно. В обсуждениях присутствует и настоящая забота о животных, и недостоверные сведения об онкогенности исходных мясопродуктов. Это известные дискуссии ученых и культуртрейгеров от науки. Уважаемый Борис Александрович, в моих сугубо оценочных, подчеркиваю, суждениях кордина происходящего выглядит такой. Настоящего российского мяса становится все меньше. Кормить мясные стада нечем. Фуражное зерно хорошо продается за рубеж. Поголовье крупного рогатого скота падает вместе с уменьшением численности фермерских хозяйств и мясомолочного профиля, что вполне естественно в условиях затянувшегося и весьма глубокого экономического кризиса. Самое веселое еще впереди. О том, как мясо портит здоровье. Несмотря на крики СМИ, что мясо вроде как опаснее сигарет, Маир не делает однозначного заключения, что все виды обработанного красного мяса и обработанные мясопродукты являются канцерогенными и вызывают рак. И это написано на их же собственном сайте. Первая ссылка в гугле. Маир делает допущение, но не говорит о доказанной причинно-следственной связи между раком толстого кишечника и потреблением красного мяса и мясопродуктов. Сама рабочая группа пришла к выводу, что имеется слишком мало обоснований канцерогенности потребления красного мяса на человеческой популяции. И Маир предполагает небольшое увеличение риска возникновения некоторых форм рака. Которые, возможно, связаны с высоким потреблением красного мяса и мясных продуктов. То есть, прямым текстом признаются риски, как минимум, небольшие. И это допущение, что, вероятно, на это стоит обратить внимание. По всему миру вообще растет уровень потребления мяса у всех категорий лиц. Обратите на это внимание. Но нет. Все равно, спустя несколько лет после медийной огласки, после шума, после постоянных претензий со стороны научного сообщества, тем не менее, на сайте ВОЗ до сих пор красуется тот же самый факт, который говорит, что у ИКАР, у Маир недостаточно данных для того, чтобы прийти к соглашению, влияет ли приготовление сырого мяса на риск развития рака. Также рассматривается вопрос, а как влияет на канцерогенность продуктов соления, глубокая заморозка, свеча-печи и прочее. Но ответы, он абстрактный такой. Различные методы консервации могут приводить к образованию канцерогенов. А насколько увеличиваются шансы, неизвестно. Организация не имеет таких данных и не знает, как варьируется риск. Маир сами признаются, они не имеют достаточных данных, которые позволяют прийти к выводу, что какой-то конкретный способ приготовления влияет на риск развития рака. И также организация выделяет не один, а множество факторов. Жир, нейтрозированные соединения, гемовое железо. А насколько вклад каждого соединения важен для развития рака, мы тоже не знаем. Ну просто есть канцерогены, каждый из них могут в пробирке вызывать рак. Давайте найдем связь. И нет достаточных данных, насколько консерванты, нитриты, нитраты могут влиять на канцерогенность обработанного мяса. Но все равно мясо в первой группе. Все это связано с неправильным питанием, которое, возможно, вреднее курения. Такие псевдо-мясные продукты вреднее красного мяса как такового. Вред от колбасных изделий сравним со вредом от табачного дыма. Они даже вреднее, чем сыры. И для всех поехавших, которые лоббируют историю о том, что мясо – это как курение сигарет, Майир однозначно вот с прямым текстом пишет. Наличие мяса в группе не означает, что красное мясо и мясные продукты также опасны. Просто у них общие принципы возникновения рака. Они схожи. И забавно то, что Майир не рассматривает риски, которые связаны с потреблением птицы или потреблением рыбы. Они не оценивались учеными. Не забывайте о том, что рыба также входит в список номер один – китайская рыба. Но об этом не говорят. Да и зачем? Ведь мясо стало врагом, а не все остальное. Например, гной. Допустимое количество гноя в молоке. И слишком много гноя. А в ответ на вопрос, необходимо ли отказаться от красного мяса и мясных продуктов, ученые снова отвечают, что, конечно, нет. У мяса известно множество преимуществ для здоровья. А речь идет именно о повышенном внимании красному мясу. Согласитесь, так себе выводы спустя 3 года. Мы разобрали то, что говорит сам ВОЗ и Майир. А теперь переходим к следующим данным. Это уже исследования людей. Так называемые эпидемиологические исследования. Они проводятся очень просто. Такие исследования в свое время объявили войну холестерину. И исследования говорят, что кофе вызывает рак. Или подсластители вредны. Или сахар вызывает ожирение. И это все исследования эпидемиологические. О вреде белка, о пользе конкретных продуктов, о пользе овощей, фруктов, мяса, воды, молока и прочее. Подобных ассоциаций, связей можно построить массу. И в роликах я постоянно привожу подобные материалы исследования. Как производятся такие исследования? Вот группа людей. Группу людей сортируют по их стилю питания, жизнью по разным переменам. И на выходе ищут связь между потреблением пищи и исходами, болезнями и состояниями. Если такая связь есть, дальше эту корреляцию изучают прицельнее, чтобы доказать, что она не ложна. Например, между употреблением X продукта или вещества и Y заболеванием исходом есть связь. Для того, чтобы ее доказать, требуется больше исследований подобного формата. И их как-то собрать вместе нужно. Это называется систематические мета-анализы. Сводки исследований в одном. Статистика, игры с переменными, и в итоге что-то да можно понять. Но всегда есть но. Существует масса переменных. Сбор фактов, данных – это дело рук человеческих. И именно так и происходит с мясом и раком. Приведу очень простой пример, почему все так запутано. Информация о питании, как правило, собирается при одной и трех встречах с помощью анкеты о частоте приема пищи. Вот она. Человек должен сесть и отметить, что он обычно ест, а что не ест. Вот скажите, как часто вы пьете апельсиновый сок? А как часто вы пьете яблочный сок? Какой тип молока вы пьете обычно? Или едите ли вы бананы? И все в таком же ключе. Не говоря уже о том, что тут не учитывается количество съеденного. Ответьте сами, как часто вы употребляли обработанное мясо в течение года. Вот просто ответьте на этот вопрос. Вот варианты ответа на экране. Напишите свой. Из-за того, что наша память несовершенна, очень сложно оценить даже то, что человек ел несколько месяцев назад. Специалисты давно критикуют подобные исследования с такими вариантами сбора данных. Сбор данных основан на памяти. Человеческая память несовершенна, и воспоминания являются ненадежным свидетельством, когда дело касается сбора научных данных. И такой важной вещи, как рак. Особенно, если после этого всего вам предложат поднять налоги на мясо, потому что оно вызывает рак. Начнем с первых исследований. Вот 10 европейских стран. Как большинство исследований, которые приведены в статьи, они все основаны на пищевом опроснике. Смотрите, количество случаев сначала растет, возникновение рака, а потом падает. На 35% больше у тех, кто потребляет много мяса. Интересно, в группе красного мяса риск все время растет, но не так существенно всего на 17%. В группе обработанного мяса вдруг резко взмывает вверх между потреблением 40-80 г в день до 54%. А вот самое забавное идет далее. От употребления птицы количество случаев снижается на 8%, а от употребления рыбы аж на 29-31% снижается. Ведь это снижение количества случаев больше, чем у необработанного красного мяса целых в 1,5 раза. Вот следующее исследование, подссылка номер 6, шведская, она проводилась чисто на женщинах. И недаром ученые объединили их по признаку зависимости от свежего красного мяса. Ведь по переработанному мясу не все однозначно. Получается, тут якобы переработанное мясо меньше растит риск, чем красное мясо. А вот рыбы, например, тут демонстрируют вообще строго обратные показатели. Как думаете, если 2 исследования, вот эти 2, о которых я сказал, отличаются всеми трендами, кроме одного красного и переработанного мяса, насколько честно объединять их только по критерию обработанное-необработанное мясо, забывая про все остальные продукты питания? Исследование номер 7 вообще пускает нас по американским горкам статистики. И тоже используется пищевой опросник FFQ. Следите за цифрами потребления непереработанного красного мяса и количество случаев возникновения колоректального рака. Вот посмотрите, количество случаев растет при употреблении 5 блюд мясных в неделю. И сильно падает при более чем 6 мясных блюдах в неделю. Даже ниже при 3-4 блюдах в неделю. Выходит, если вы едите мясо только 3-5 раз в неделю, вам нужно срочно начинать есть больше. Такова их статистика. Обработанное мясо тут растит количество случаев стабильно, но меньше, чем от непереработанного мяса. Опять то же самое, что и в предыдущем исследовании. Курица показывает снижение количества случаев рака при потреблении больше, чем 1 раз в неделю. А потом вдруг резко растет при потреблении от 2 до 3 раз в неделю. А потом резко снижается при потреблении свыше 3 раз. И так далее по списку. Так что, господа бодибилдеры, главное не есть грудку 2 или 3 раза в неделю. Примета плохая. Статистика говорит. Ученые доказали. Самое веселое здесь с рыбой. Вот в исследовании рыба снижает количество случаев на 29-31%. А тут уже в этом исследовании повышает. Причем повышает больше, чем красное мясо. Просто ужас. Что можно предположить? Можно предположить, что задача в первую очередь это задача изучить мясо. А все остальные вещи, рыба, например, не так важны. Давайте двигаться дальше. Вот следующее исследование. Оно проводилось в Японии. Оно посвящено раку кишечника. Разница между потреблением красного мяса у мужчин и у женщин аж в треть. И это еще ничего по сравнению с невероятной разницей в проценте курильщиков. 83% мужчин и всего 17,5% женщин. И жуткая разница в потреблении спирта. Мужчины потребляют 19,6 г спирта в пересчете на чистый спирт каждый день. Это практический легкий алкоголизм. А у женщин всего 2,3 г. И риски. Риски развития рака кишечника тут связаны с количеством потребляемого мяса не меньше, чем с количеством потребленных насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, белков и вообще калорий. То есть люди курят, пьют, потребляют разные нутриенты. И все это связано с риском развития рака. Но ученых интересует только мясо. Все остальные кофакторы, то, что может влиять на риски развития, стараются как-то нейтрализовать, чтобы был чистый тренд. А в итоге у нас получается в исследовании люди, которые курят, пьют, и у них неожиданно развивается рак. Наверное, из-за мяса. Давайте проведем простую манипуляцию с этой таблицей и проверим, как соотношение мяса к общей еде, то есть количество калорий в каждой группе отличается. А также сравним риски для разных групп. И показатели, и главное пола. Как мы можем видеть, действительно количество мяса на 1000 ккал растет. А вот риск именно в женской группе падает. И падает он при увеличении употребления общего мяса. И, соответственно, переработанного мяса. Сложно сказал, но поясню, что же это значит. Это значит, что в случае с японскими женщинами, наоборот, большее количество мясных продуктов оберегает их. Тут прослеживается разница в поле, в гендере. И в дальнейших исследованиях, опять же, этот фактор, как один из важнейших, и просто обходит стороной. Доля мужчин растет, но на это не акцентируют внимание. Но вот акцентируют внимание, что больше всего мяса едят белые, и при этом менее образованные. То есть, половые различия для них, для ученых не так важны, как образование и расовая принадлежность. Исследователи, да, подчеркивают, что не было никаких доказательств взаимодействия для красного мяса по полу. Разницы не было. Или обработанного мяса. Но что же нам об этом говорит наука? А она говорит следующее. Между чем и чем, так вот между полом пациентов и вероятностью развития заболевания и его течением взаимосвязь очень четкая. Вот по этому вопросу куча релевантных, хороших исследований. Статистический анализ от British Journal of Cancer показывает, что разница есть в заболеваемости и в смертности, и в запола. Различаются даже наиболее типичные виды рака, колоректального рака для разных полов. Вот Review of World Journal of Gastroenterology. Но ученые, которые находят связь между раком и потреблением мяса, говорят, что разницы нет. Нет никакой разницы, что у мужчин, что у женщин. И вот посмотрите, в самых мясных группах максимум мужчин. Об этом не говорят, но элегантно говорят про образование и расовые различия. Аналогичная история уже и с другими исследованиями. Я уверен, вы подустали от этого, но ссылки можете сами посмотреть и изучить за мясным обедом. 5 исследований из 10 пропортовали о позитивных связях. В 3 не было получено статистически значимых результатов. То есть, 8 из 10 исследований не дали статистически значимых результатов. И это официальные данные, на которые ссылается ВОЗ. Александр Николаевич, а вот эти проблемы вокруг колбасы, они имеют наверняка историческую какую-то подоплеку? Вообще, какую роль играет колбаса, так скажем, в жизни россиянина? И почему так много внимания уделяется именно колбасе? В отличие от советских времен, когда альтернативы данным ЦСУССР фактически не было, в Российской Федерации немало независимых аналитических центров и отраслевых ассоциаций, которые регулярно поднимают вопрос качества официальной статистики. Один из свежих примеров – выявление экспертами Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации серьезных расхождений с данными Росстата по объемам сельхозпроизводства, которые поставили под сомнение все широко разрекламированные успехи последних лет в аграрно-промышленном комплексе. В этом контексте, состоявшаяся под конец года отставка главы Росстата Александра Евгеньевича Суринова, занимавшего этот пост почти 10 лет, выглядит признанием того, что в отечественной статистике нужно что-то менять. Возможно, новый руководитель Росстата Павел Молков, лишь два месяца занимающийся новым для него статистическим делом, даст российскому обывателю честную, нелукавую цифру, лишенную казенного оптимизма. Хотя и здесь имеются серьезные сомнения. Я у себя в архиве нашел вырезку из российской газеты от 24 марта 2010 года. Вот она. Статье сопутствует двусмысленное заглавие «Верующих не счесть». А под фотографией имеется текст. Александр Суринов, кстати, прошло 100 дней с момента его назначения на эту должность, получил благословение патриарха Кирилла на проведение переписи. Здесь надо заметить, что на ту перепись, которая, как известно, прошла безобразно, ее результаты абсолютно недостоверны, а затраты бюджета составили 16 миллиардов рублей. Сейчас правительство уже выделило на предстоящую перепись более 50 миллиардов рублей. Не знаю, получил ли Малков благословение самого патриарха на свою каденцию, но нет сомнения, немалые эти деньги будут потрачены без остатка. Как говорится, Господь управит. Да, Всевышний строго следит за распределением и справедливым распределением экономических благ. Но, скорее всего, мое субъективное оценочное суждение, что никакая перепись не покажет повышение народонаселения России, поедающие повышенное количество мраморного мяса и колбас. Да, это все так. Но магазинные прилавки ни в коем случае не должны опустить. Даже если они наполняются псевдо, квази, парой и так далее, технологическими разновидностями мясных товаров, где мяса по существу нет вообще. Это политически и социально предельно важно. Иначе в состязании за умы электората, телевизора и холодильника проигрыш зомбо-ящика будет безоговорочным, с очень даже нехорошими последствиями для устойчивости общественного сознания. Конечно, в России производятся и по-настоящему качественные мясные продукты, но в малых натурально-вещественных физических объемах, в том числе и колбасные изделия. Однако по заоблачным ценам, разумеется, недоступны большинству потребителей. А бесплатно, как широко известно, колбаски в персональных корзиночках вручаются далеко не каждому обывателю. Правительство вместе с регулятором, то есть центральным банком, решили таргетировать ползучую инфляцию призывами к продуцентам и торговым цепям, сдерживать рост и даже заморозить их на мясо и мясопродукты, молочку, бокалейные товары, автомобильное, топливо и прочее. Да, сказали производители и трейдеры, заморозим. И тут же в режиме изощренных маркетинговых ходов применили известный прием шоу-инфляции, то есть при прежних розничных ценах. Объемно-весовое содержание и наполнение фасованных товаров стали стремительно уменьшаться. Да, это скрытое повышение цен, которое опирается на стереотипы покупателя и на потребительское поведение. Но предложение правительственного блока по повышению акцизов – это по факту открытое повышение цен. Все это происходит на фоне уже подросших налогов. Ну и руководитель Росстата обязательно проинформирует президента о подросшей инфляции. И как финалочка мета-анализ, который предлагает цифру, насколько же растет риск, если вы потребляете 150 грамм свежего или переработанного красного мяса. Что-то такое там есть, и эффект этот точно установлен, что вероятность наступления рака толстого кишечника повышается на 18%, даже если вы съедаете всего 50 грамм таких продуктов в день. Потребление одной порции мясных деликатесов ежедневно увеличивает риск возникновения рака прямой кишки на 18%. Именно его растиражировали по всем СМИ сторонники растительного питания. Они просто ликовали. Вот смотрите, количество случаев колоректального рака. Меньше у людей, которые потребляют и красное мясо, и переработанное мясо. Такая же петрушка и с распределением по полу. Опять снова сумятиц, разные результаты, которые не обнаруживают логичных взаимосвязей в рамках вот всех исследований, на которые ссылается ВОЗ. Они просто их постарались как-то объединить и создать концепцию. И даже с соседними строками нету, в этой же таблице нету связи. Это просто блестящее доказательство. Зато какие красивые строки стоят рядом, проценты 17-18%, ради которых можно бить в колокола. Вот эти проценты, это звучит страшно, но на самом деле это относительные показатели. Абсолютный риск такой. Например, я буду в ближайшие 30 лет, после достижения 50-летнего возраста, есть дополнительно 3 ломтика бекона на завтрак, например. Мой риск заболеть раком толстой кишки может возрасти с 2,7% до 3,2%. То есть, эта речь идет об увеличении риска на 0,5%. Абсолютного риска. И это означает, что 200 человек, которые съедают дополнительную порцию обработанного мяса, из них один рискует заболеть раком толстой кишки. Но в относительных цифрах это уже 18%. То есть, на самом деле, потенциальный риск по-прежнему остается незначительным. Но никто об этом вам не будет говорить, потому что 18% звучит круто. Все, что вы сейчас услышали, это то, что рабочая группа, что ВОЗ, международная комьюнити, считает существенными доказательствами и взаимосвязями. И это неудивительно. Это нормальная ситуация с исследованиями подобного рода. Это не истина в последней инстанции, несмотря на громкие слова, наука доказала. Но вот только то, что на основании этих исследований мясо не только вредно, но его еще стоит обложить налогами, это уже удивительно, странно и страшно. Впрочем, специалисты говорят, значит, специалистам виднее. На самом деле ученые не способны сейчас отделить такие важные факторы, как наследственность, экология, окружающая среда, стрессовые факторы, как человек содержал свое тело в течение последних 50 лет до участия в исследованиях. Наличие сопутствующих заболеваний, предрасположенность к ним. То есть сделанные учеными выводы, скорее всего, преждевременные, чем однозначные. Но одной эпидемиологии мало. Нужны так называемые механистические исследования. То есть исследования в строгих условиях, что четко докажет вред конкретного вещества на конкретные клетки в конкретных условиях. И даже этого иногда недостаточно. Ведь нужно понять, какая доза вещества может оказывать негативный эффект. И попадает ли вещество в тело человека так же, как происходит у животных? Как оно метаболизируется? Метаболизируется оно так же у людей, как у животных? Оказывает ли оно такое же воздействие, как в клетках пробирки? И, конечно, вопрос дозы. Вот механистические исследования, что доказывают вред мясных канцерогенов. В этом эксперименте, например, крыс кормили контролируемо по диетическим протоколам, то только вот кормили их кровяным пудингом и тщательно отслеживали их состояние. Это исследование легло в основу заявления о том, что кровь и гемовое железо, гемоглобин вызывает рак. Поэтому его стоит опасаться. Что с животными делали? Им кололи нейротоксин и канцероген азоксиметан, чтобы вызвать у них опухоли. А потом изучали, как питание влияет на развитие рака. Вот такое исследование. Ученые выяснили, что в принципе добавление мяса, что белого, что красного, что кровяного пудинга, ускоряет развитие опухолей по сравнению с группой, которые питались обычной диетой. Их обычная диета – это именно корм, специальный корм для грызунов. А диета у групп, которых подвергали воздействию, это почти один нутриент – мясо, кровяные пудинги. Все, сутками напролет, в течение всей жизни. Вопрос, почему добавление белого мяса увеличило количество опухолей, автор сам не знает, он в этом честно признается. Но в итоге все равно говорит о том, что гемоглобин вызывает рак и повышает риски развития рака. Забавность заключается в том, что крысы, которые сидят на мясной и кровяной диете, не потребляют достаточно кальция, потому что они едят почти одну и ту же еду. Им нужно дополнительно, как добавлять витамины, минералы, все остальное, дополнительно прикармливать их к кальциям. И исследователь признается, в нормальных условиях мясо вообще не вызывает канцерогенеза. Но при низкокальциевой диете это получается на крысах в конкретной диете. И после этого ученые хвастаются, что это первое исследование, где экспериментально показан канцерогенез от потребления мяса. Можно ли такое исследование переносить на людей? Конечно, нет. И это понимает отлично и Маир. Вот следующее исследование буквально от этого же автора, который занимается той же самой темой. К различным группам добавляется кальций, и он показывает эффективность. Больше кальция он снижает влияние гемоглобина на развитие рака. Уже готовая добавка. Принимайте кальций, чтобы снизить риск развития рака. Если вы едите много мяса, кальций полезен. Вот на основании такого исследования можно сделать такой тезис и втюхивать добавки с кальцием, что, собственно, некоторые и делают. Вопрос в том, а что это за исследование? Можно ли его воспроизвести? Ведь воспроизводимость исследования – это важнейший принцип, способный отделить факт от гипотезы. И да, эти исследования, и не только, их хорошо изучали. И более того, эти исследования воспроизводили. В 2017 году обзор, проведенный на мышках, говорит об обратных результатах. Гипотеза о связи гема и рака не подтверждается. Исследователи больше переключили внимание на жиры в рационе и показали, что связь скорее с жирностью мяса, а не с содержанием гемоглобина. И наоборот, диетический гемин значительно уменьшил канцерогенез в толстой кишке. То есть гемоглобин не зло, а наоборот полезен и важен. Вот такие вещи. Также был проведен обзор аж 40 исследований по мясу, и в том числе по гемоглобину и рискам развития рака. Ученые объясняют, что в предыдущих исследованиях крыс укармливают мясом, человек так не питается. Во-вторых, диеты полуочищены и рафинированы. Одно мясо плюс несколько примиксов. А в-третьих, питание крыс не включает в себя потенциально биологически активные защитные соединения, которые есть в цельных продуктах питания, витамины, минералы и нормальной пропорции белков, жиров, углеводов. Вывод простой. В настоящее время недостаточно доказательств для подтверждения механистической связи между потреблением красного мяса в здоровом рационе обычного питания и риском развития колоректального рака. Чтобы подтвердить, что это не мнимое разоблачение, а известный специалистам факт о том, что такое корреляции, как они проводятся, что такое эпидемиологические исследования и почему всё не так просто, я привожу публичный комментарий профессионала в этом вопросе. В комментариях к посту Дарьи Халтуриной, которая захотела всех нас обложить налогами и запретить колбасу. Вот комментарий. Мною уважаемый Василий Власов, член Межрегиональной общественной организации общества специалистов доказательной медицины и других разных крутых организаций, которые специализируются на эпидемиологии, так и сказал – это всё корреляция. Связей их недостаточно, чтобы доказать полезность мер по акцизам. Но Дарью это всё не волнует. И как это вообще уживается со здравым смыслом? Ещё одной причиной появления разговоров о неустановленном вреде красного мяса и об особом вреде продуктов, это его переработки и необходимости введения специальных акцизов на эту продукцию, служит чисто фискальная причина. Это потребности государственного бюджета, его наполняемость в связи с очередным долгоиграющим падением нефтяных цен, прогрессирующих убытков от международных санкций, находится под постоянной угрозой. А дефицит бюджета недопустим. Идущий полным ходом рост розничных цен не только за счёт налогообложения, но и за счёт неблагоприятной динамики всевозможных издержек и роста полной себестоимости товарной продукции в мясной подотрасли, при ощутимом уменьшении располагаемых доходов потребителя ведёт к падению покупательского спроса на соответствующие товары. Законы эластичности спроса и предложения в рыночном пространстве, Александр Ильич, никто не отменял, и они по-прежнему работают. Таким образом, прилавки магазинов не опустеют, только не надо печатать лишних денежных знаков, как это предлагает академик Глазьев. И дорогие, очень вредные, в кавычках, шедевры химических технологий, называемые в народе колбасными изделиями, в свете натриевых ламп на аппетитных прилавках будут выглядеть не просто привлекательными, а они станут предметом вожделения, на который надо копить деньги. А стало быть, вред от их редкого потребления россиянам будет понижен. Ниже того, что потребляется ныне 57-60 кг в год на человека, по оценкам другого академика Геннадия Онищенко. И среднестатистический россиянин будет доживать, как рекомендует наш президент, до 80-летнего возраста. Спасибо, что пригласили на ваш популярный канал. И шутки ради, я сделаю немного забавных исследований. Ей-богу, не относитесь к этому серьезно. Это только демонстрация возможности подкреплять свои слова реальными исследованиями. Я подам это в шутливой форме, но вы можете проверить эти факты. У нас есть исследования, их много, которые не показывают связи между мясом и раком. А вот идея о том, что именно овощи и фрукты защищают от рака, подвергалась многочисленным исследованиям и перепроверкам. Сейчас эта концепция устарела. Часть исследований и пакет эпидемиологических исследований указывают на то, что связь между общим потреблением фруктов и овощей и их противораковыми эффектами практически не обнаруживается. То есть, овощи не защищают от рака, а важно все – правильная сбалансированная диета из разнообразных продуктов. А вот есть и другие исследования, что показывают – овощи, злаки и фрукты вызывают рак. Я сразу скажу, что это шутливая форма. Я специально искал такие материалы – это черрипикинг. Но, тем не менее, об этом тоже стоит упомянуть. Если появится серьезное исследование о том, что фрукты или овощи вызывают рак, их никто не опубликует, потому что это реально карьерное самоубийство. Вот исследование. В выводах ученые не пишут ничего такого, потому что его сожрут. А вот в самом исследовании внутри очень осторожно намекая, всячески говоря о том, что это просто ошибка, измерение. Вот тут курение, методология хромает. Но овощи вызывают рак. И про овощи не надо, нельзя. В науке бывает только правильная точка зрения. Такие исследования нельзя публиковать. Но здесь овощи связаны с повышением риска развития рака простаты и раком щитовидной железы. Риск возникновения рака молочной железы был на 20% выше у женщин в самом высоком квинтиле потребления цельного зерна. Так что тут такой большой простор для того, что еще можно позапрещать. И поэтому мы переходим к основным выводам. Выводы воспит. Обработанное мясо попало в первую группу канцерогенов ВОЗ. Необработанное мясо во вторую группу, где также есть экстракт листьев алоэ вера, работа с ночными сменами, работа парикмахерам и так далее. В первой группе наряду с обработанным мясом идет и древесная пыль, солнечный свет, сварочные газы, загрязнение окружающей среды, соленая китайская рыба и прочее. Всем канцерогенам в списках присваивается специальный код. Это биноминальная система. Система не оценивает степень опасности. То есть если есть доказательства того, что вещество вызывает рак, оно попадает в одну из групп. Группы 2А, 2Б и 3 существуют, потому что данных недостаточно, чтобы переместить их в группу 1 или группу 4. Чем больше данных и доказательств, тем больше движения по шкале от 4 к 1. Единственное канцерогенное соединение – это капролоктам, компонент нейлона. Но есть его нельзя. Наличие мяса в группе, где есть сигареты, алкоголь и прочие вещи, не означает, что мясо и мясные продукты также опасны. Это означает, что есть потенциально общие принципы возникновения рака. Они схожи. На данный момент не существует четких разграничений о том, где же начинается переработанное мясо и заканчивается непереработанное мясо. Любая обработка, термообработка, соление, копчение от засолки до ферментации образуют в продуктах канцерогенные соединения. В любых продуктах, в том числе полезных. Кулинарная обработка пищи при высокой температуре с помощью обжаривания, приготовления на гриле или барбекю производит наибольшее количество канцерогенных соединений. Потребление мясной пищи имеет ряд преимуществ, которые также не рассматриваются исследователями. Наличие канцерогенных соединений в других продуктах питания, таких как картофель, рыба и зерновые, бобовые, овощи и фрукты, не рассматриваются исследователями. Согласно исследованиям, на которые ссылается ВОЗ, содержание потенциально опасных полициклических аминов в курице-гриль и в жареной котлете меньше, чем в жареных овощах. На данный момент имеется слишком мало обоснований канцерогенности потребления мяса при изучении человеческой популяции. Маир в итоге так и не смогло найти доказательств прямой причинно-следственной связи между самим только фактом потребления обработанного мяса и риском развития рака. Гипотеза о том, что кровь и гемовое железо, гемоглобин, вызывает рак, не воспроизводится в новых повторных экспериментах на животных. И, конечно, попытки устранить из жизни абсолютно все канцерогенно-подобные вещества скажется на вашем психическом здоровье и наградит вас тревожностью. Ну что ж, друзья, спасибо большое за внимание. С вами был Цацулин Борис. Я надеюсь, этот ролик вам понравился. Он был довольно сложный по содержанию, по разборам. Так что пишите ваши впечатления, ощущения, боитесь ли вы сейчас мяса или больше нет, и, может быть, скинуть этот ролик другу вегану. Расскажите о том, как лично вы отреагировали на новость о том, что мясо попало в первую группу канцерогенов. Стали вы меньше потреблять красного или обработанного мяса в связи с такими данными? И как вы готовите пищу? Часто ли вы употребляете жареные или копченые, вареные продукты? Расскажите об этом в комментариях к видео. Можно будет собрать интересную статистику. Ссылочка на мою страничку ВКонтакте. На мой инстаграм, где я пишу о питании простым языком. Ссылочка на паблик, где мы публикуем самые последние исследования в сфере питания и сфере здоровья, в том числе психического здоровья, так как многим людям с проблемами с пищевым поведением это требуется. Подписывайтесь и добавляйтесь на любой удобный для вас ресурс. Все материалы дублируются, так что вы всегда будете в курсе самых свежих новостей. Ну что ж, друзья, я выпускаю функциональные продукты. Омега-3 жирные кислоты, полезная рыба. У нас в исследованиях все было понятно. Рыба снижает риски развития рака. Омега-3 жирные кислоты. Ссылочка в описании к видео. Белковые смеси, креатин, мелатонин, 5-гидроксотрептофан, разные добавки для разных целей, функциональное питание и спортивные добавки для вашего здоровья. Друзья, спасибо. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик и расскажите вашим друзьям об этом видео. Будет интересно узнать их реакцию. С вами был Цасурин Борис. И, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует... Продолжение следует...